Доводилось ли вам быть вместе, где мир превращается в сказочное платье, в котором каждая нить – кадр, а каждый шаг – неповторимая история. Девеличительные горные цепи, пронизывающие небо своими вершинами, тянутся по горизонту так далеко, что кажется, будто они простираются до конца времен. Где таинственные реки и озера сияют под солнечными лучами, словно драгоценные камни в короне планеты, где бездонные щели, окутанные туманами истории, заставляют забыть о времени и пространстве. Это место, где сливается воедина красота и величие природы, вмещая в себя целый мир. Здесь, на земле народов, представляющих более ста национальностей, оживает богатая культура и традиции, переплетающиеся с современностью. Великолепные крепости и древние поселения, возвышающиеся над долинами и щелями, напоминают о мужестве и стойкости духа этого места. Каждый камень и каждая извили на дороге, как будто бы рассказывает легенды и сказания о героическом прошлом, стараясь донести нам свою неразрывную связь с этой землей. На протяжении многих столетий этот волшебный край вдохновлял и привлекал путешественников и исследователей со всего мира. Каждое посещение становится приключением, открывающим новые миры. Я приглашаю вас вместе со мной отправиться в это удивительное путешествие и пережить все, что пережил я за эти невероятные две недели. Увидеть самый красивый регион России, а может быть и всей нашей планеты. Побывать в самых древних заброшенных поселениях. Увидеть атара-овец выше облаков, пройти самыми опасными маршрутами Южного Дагестана и насладиться неповторимыми жителями этого удивительного края. Ползем в Куруш, высота 2000. Машина едет все хуже, дышать все хуже. Если вы всегда хотели побывать в облаках и не знали, что в них творится, ничего хорошего. Сейчас три дернешь курушку. Давай. Но пока нет, здесь туристы. Бочком, бочком ногу ставь. Она упала на обошвение, там осталась. Да она не будет долго ждать, там медведь тусуется. Здесь медведь я твой. Душа, она разговаривает, украинская мобильная. Там, во-первых, в Дагестане договорящая женщина. Привет, друзья, и добро пожаловать в Дагестан. А я поправдиться к ним пока еще не в Дагестане, мы еще в Чечне. Мы пока переезжаем циклон, который нас постоянно догоняет и портит нам съемки, портит нам погоду. Невозможно ни на дроне, ни на чего. Поэтому мы пока переезжаем в гостевом доме в Чечне на великолепном просто озере Казиной Ам. Кстати, не все знают, что граница между Чечной и Дагестаном как раз-таки проходит по этому озеру. Поэтому это озеро находится и в Чечне, и в Дагестане. Поэтому, по факту, мы можем причислить это озеро уже к достопримечательностям Дагестана. Вы пока посмотрите озеро, а дальше поедем в Дагестан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы можете это видео выключать, здесь этого не будет. А не будет здесь всякой истории про Сулакский каньон, там Бархан-Саракум. Не потому, что это что-то не стоящее внимания или что-то некрасивое, или туда не надо ехать. Это потрясающие места. Во-первых, я в них был. Во-вторых, меня дико раздражает, что весь огромный, просто неповторимый, разнообразный, великолепный Дагестан, люди, которые приезжают его снимать, просто укладывают в 20 минут Сулакского каньона, Бархана и еще нескольких очень попсов достопримечательностей. Мы сделаем по-другому. У нас будет альтернативный Дагестан, альтернативные маршруты и альтернатива начинается с озера Казиноя. Альтернативный Дагестан Короче, езда по федералке это не сплошные плюсы, есть и минусы. Вот так вот дорога перекрыта до 5 часов, но вроде тут просто из очереди говорят, когда машины наезжают, откроют. Я надеюсь, что нам откроют пораньше, потому что нам наверное вот туда. Сейчас не запланирована немножко остановка, мы просто видели туристический автобус, первый за последний день, потому что тут как-то не очень много туристов, тут где мы едем. А тут прям есть, решили остановиться. Называется штука каменная чаша. Она чуть-чуть не доезжая водопада Табо, вы ее не пропустите. Ну сейчас будем смотреть, что тут все сюда приехали-то. Вот эти чуваки за моей спиной только что произнесли гимн всех туристов. Она говорит, давай туда. Он говорит, давай селфи ебнем и валим. Гимн всех туристов, я считаю. Надо называть так видео. А если бы кроме селфи на счет что сделал, видел бы это. Вот. Ну что, давай селфи ебнем и валим. Поддерживаю. Только отдышаться надо. Туристы. Каменная чаша место туристическое, людей много. Правда здесь все в основном местные, либо Чечня, либо местные, либо двухместные. Поэтому остановиться погулять прикольно, можно попить чаю, сходить в туалет цивилизованно, что-нибудь перекусить. Поэтому в принципе можно заезжать, а мы на водопад. А илиize такое лучше, ребята. А если не Beadа тебе нравится в пашнице, тоdig contact его со мной, от вашей слиз abge openly. первый раз и надеюсь последний я в жизни паркуюсь под водопроводом это не электричество это водопровод если приедете гунип местные будут вам очень благодарность его машины внизу поставлять и хотя бы как мы пешочком хоть часть пройдете потому что здесь места мало в улице узкие и носятся просто как ненормальные пешие прогулки это здорово правда попробуем подняться пройти треть села даже не все только треть посмотрим где мы умрем а люди заходят вверх не спасая на я уже устал стать от нового села старый угни разрушили 1859 году когда собрала русская императорская армия а этот построили уже военные армейские потихонечку село разрослось вообще про гунип стоит рассказать отдельно потому что он интересен с исторической точки зрения ведь именно здесь 25 августа 1859 года в результате штурма российской армии по сути закончилась кавказская война огонь и стал последней природной крепостью легендарного имама шамиля и тут начинается битва официально государственной версии событий и неофициально по первой версии мам шамиль заключил мирный договор с россией и вошел в российскую историю как легендарный государственный деятель и духовный лидер кавказа добровольно включивший кавказ состав российской империи противники же этой версии говорят что шамиль был пленен и никогда не заключал никого мирного договора и вел священную войну против российской империи 25 лет пользу последней версии говорит полное уничтожение аула гунип например странный такой добровольный мирный договор при которым одна из сторон должна была потерпеть полное военное поражение, а оборонявшийся аул был полностью уничтожен. Но разобраться в этом вопросе практически нереально. Сторонники обеих версий уверены в своей правоте и обладают достаточным количеством аргументов для ведения конструктивного спора. В любом случае, Большая Кавказская война закончилась в Гуниве, а Имам Шамиль является национальным героем. А уж что к этому привело и какая мотивация была у участников, оставим историком. Если вы, кстати, разобрались в этом вопросе, напишите в комментариях свою версию событий. Я не знаю, кто и как штурмовал этот верхний Гунив. Если бы меня отправили на штурм Гуниба, я бы умер от инфаркта. Вот там еще, внизу. Как можно это штурмовать? Но виды того стоят. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, ну что, помойки снимают? Он просто открывает ворота и все вкидает. С обрывом. До свидания из окна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доста-примечательно. С открываются ворота и все выкидывается. Красота. Тут прям... Ты хотел кородавскую теснину? Да, вот тебе чокская теснина. Да, чокская теснина. Надеюсь, хозяева нас простят, но у вас было открыто. Поэтому мы посмотрим, что у вас тут как. Мне кажется, тут царай был. Это, видимо, кормушки. Я закрыл, как смог. Вот, я починю замок. О, нет, не чинится. Я сделал все, что смог. Короче, чок победил все современные тренды вымирающих сел. Полностью их победил. Я проверк. Строится все просто везде. Вот мы идем, и возле каждой... Вот так везде. Раз. Корыца для раствора. Что-то тут строят. Тут строят, там строят. Везде. Так что, если внутренний туризм не закончится в ближайшие годы, то чок будет как Лас-Вегас, как и Гунип. Это радует. А вот толпы туристов нет. Надо как-то сделать так, чтобы все строилось, развивалось, а туристов не было. Например, чтобы в Чехе нашли нефть. Или алмазы. Было бы здорово. Но пока нефть здесь туристы. В общем, в Чехе меня арендовали или оккупировали, я не знаю, как это называется. Я сидел, никого не трогал. Пришел кот. Залез мне на руки просто, и вот сидит. И как мне теперь выезжать из Чеха? Я же, если встану, я котика разбужу. Кот, тебе хорошо? Тебе хорошо. А у тебя нет никаких дел сегодня кошачьих? Может, ты пойдешь куда-нибудь? Кот говорит, он не занят сегодня. Он никуда не собирается. Добро пожаловать в самый древний город России, по версии Алексея Навального. А для всех остальных, третий по древности. Потому что еще есть Керчь с 14-го года и Феодосия. Они чуть-чуть подревнее. Хотя местные вам скажут, что Дерген-то тут 5 миллионов тысяч лет. Но официально чуть больше двух тысяч лет. И сейчас мы погуляем по парку, который мы в прошлом году не посетили, потому что он реставрировался. И, надо сказать, его прямо отреставрировали. Керчь с 14-го года. Вот и гранатка. Просто гранатка. Просто растет. Все, соберите. Куда мы, если что-то надо, если вы без машины, маршрутку куда надо, примерно, скорее, поснабжить. Не надо лишний денег расходовать. Мы народ добрый. Содействуй на маршрутку. Я вам скажу, какой маршрут. Мы знаем. Мы у вас прожили три месяца зимой. Это мы уже третий раз в Дагестане. Сам в Сакугольном пункте Европы знаем. Куруш. Куруш там был. Сейчас поедем, но мы пропуска не делали. Там пропуска нужны. Там же, там можно, это... Что вам сказать? Приграничная зона не надо уже? Нет, 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 нет. Вы сильно нашли. Очень много разговаривали в украинском языке. Я очень много разговаривали в Азербайджане. На Лизгинском разговаривали. Сам родной город Дербян, любимый город Полтавы. Я так люблю Полтаву. Такие добрые люди. Я именжировал, кизилевал студентам. А его варенье туда-сюда, короче, все возили. Они картошка, мартошка там туда-сюда. Как одна семья была. Мы небольшой фильм снимаем про Дагестан. Скажите туристам, которые еще ни разу в Дагестане не были, какие основные правила в Дагестане поведели? Шорты здесь можно, можно. Но ниже колена. Ну, вот до сюда. Ну, извини, тебе приятно, вот до сюда. Гасим, а текаться нельзя. Спасибо. Все, не за что. Спасибо. Всем благ вам, здоровья. Всего вам хорошо. Слышите пение птиц. Это их колонок. Вот это прикольно. Вот это прям, вот это прикольно сделали. С фоном поют птички вроде как. Парк не зря реставрировали так долго. Мне кажется, его больше года строили. Мы приезжали. Летом он был закрыт. Мы жили зимой три месяца, он был закрыт. И вот, наконец-то, его открыли. Мне кажется, парк удался. Есть, конечно, до чего докопаться. Если очень сильно захотеть. Но, в общем-то, парк более чем достойный. Потому что такого формата, ну, парков не очень много. Это, конечно, не Краснодар. Но тоже очень и очень неплохо. А самое удивительное здесь, пахучий лабиринт. Самое удивительное в Дагестане, это говорящая женщина. Добро пожаловать в Азербайджан. Ладно, я что, Азербайджан у нас за спиной. Мы в Южном Дагестане. Наконец-то закончили со всеми туристическими главными локациями Дагестана. Потому что с туристами в этом году... Дагестану хорошо, нам плохо. Туристов очень много. Поэтому сейчас мы вам покажем настоящий, не туристический Дагестан. Куда еще не все добрались. Поехали. Ползем в Куруш. Высота 2000. Машина едет все хуже. Дышать все хуже. Очень хочется теперь спать. Почему-то мне. Не видно ни хера. Что мы там забыли, я не знаю пока. Если вы всегда хотели побывать в облаках и не знали, что у них творится, ничего хорошего. Если вы не смотрели фильм Мгла, настоятельно рекомендую. Или Silent Hill. Ползем. 2100. Пока никто не умер, к сожалению. Контент не получается. Никто не помер, ни у кого нет горной болезни. Весьма скучные люди. Но выглядит все. Мне кажется, у нас будут самые фантастические кадры. Если мы все-таки вырезаем из кучки. Да, на выходе, ага. На выходе. Silent Hill. Да. Мы сейчас так и выйдем. Нам повезло. Мы выехали из кучки, поэтому Куруш, скорее всего, мы увидим. Такой удачи я, конечно, не ожидал от Куруша и таких кадров. Вот так выглядит реакция людей на облака снизу. Выбежали снимать все. Честно сказать, о таком виде могли только мечтать. Когда ехали в тумане, не было ничего видно. И думали, было бы круто сейчас вынырнуть из облака. И дальше мы едем. Такие классно. Солнышко. И просто из какой-то мглы, где не было видно вообще ничего. Посмотрите на эти виды. Да, это, наверное, самый эмоциональный момент нашей всей поездки. Вы когда-нибудь видели овечек, гуляющих в облаках? Вот это особые дагестанские небесные овцы. Они вот над облаками живут. Это овечки-небожители, получается. На меня нападает. Этот бодает, этот лав. Валер, остановись. Давай, бодать. Давай бодаться. Будешь? Не разгоняться. А он сейчас смотрит, как разгонится? Я вас всех запомнил. Я вас всех снял. В прошлом году одна девочка была из Казани. Ирина ее звали. Она одна поднялась в холл. Там она заблудилась. Там оползни была. Упала она в уши. Там осталась. 12 часов дня она поднялась в холл. Там она ночевала. И хотела там в шагуздак подняться. Там дожди были, видите, до этого. Ополз не было. Она упала в уши. Не было кушать что-нибудь. Я ей кукурузу давала свежую туда-сюда. Она после 3 сутки там была. Медведица пришла к ней с медвежатами. Она все снимала. Свой телефон. Потом она с голоду чуть не умерла. Земляный полила она. И искали. Короче, нашли. И вот этот бак спустился вниз по этой уши. Вот такие потрясающие пульки по дороге в Ухул валяются на дороге. Поэтому захотите по песене, имейте в виду, что может в голову прилететь. Ну что, ползем в Ухул. Дорога местами не очень. Ее вроде недавно сделали, но все равно достаточно узко. Есть вымытые куски. Делали дорогу путем взрыва горной породы. Поэтому летят все еще осколки. Куча всего. Будьте осторожны. До Ухула до самого вы не доедете. Потому что вот здесь закончится дорога. Тут паркуйтесь. И дальше пешком. Ну и дальше тропинка переходит в такую. С вот таким потрясающим видом и обрывом. Да там можно пройти легко. Это место не туристическое. Здесь абсолютно нет и связи, интернета, телефона. Здесь нету ничего, нету людей. И здесь вот такая дорога местами. Поэтому если у вас нет соответствующей обуви, как у меня в внедорожных тропсах и мозгов, как у меня, то не лезьте сюда. Не нужно думать, что это будет легкая прогулка. В одного точно не надо ходить. Потому что здесь вот такие места абсолютно безумные. И там вниз катится и катится. Бочком, бочком ногу ставь. Проверяй, наступай. Блять, осторожно. Труху дай. Давай. На счет три дернешь вперед. Давай. Раз, два. Три. Вниз это стопроцентный труп. Поряд ли вы обделаетесь переломами. Не ходите ни в одного. Ни без опта, ни без снаряжения. Вся дорога вот такая. Ди капра со своим фильмом выжившего. Пососи. Ты в уху сходи сначала. Потом скажешь, ты выживший. В общем, все, что у вас есть, это скала, за которой можно держаться. Цепучий грунт. И легкий обрыв. И так, чуть больше километра. Пешочком идете, гуляете. Но не везде так страшно. Ну вот тут даже что-то осталось более-менее. Тут кто-то, видимо, отдыхал. В сундуке посуда просто осталась. Ну там кто-то не стал бы даже с собой тащить. В такие моменты я очень жалею, что я не религиозный человек. Иначе у меня была бы прикольная притча о том, что вот, посмотрите, что создал Всевышний, оно стоит миллионами лет и не падает. А вот что люди создали. 15 лет назад из села уехали, все уже упало, все развалилось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Заселяемся, есть пахлаву. Смотри, тут есть все. Все есть. All inclusive. Вот, потрясающая вещь. Я так понимаю, можно пользоваться для туристов. Да, здесь, вон, смотри, прям печечка. О, смотри, как тут классно. Вау. Тут и печка есть, и посуда. И туалетная бумага. И поспать здесь огромное количество. Человек может здесь спать. Даже пластиковые окна поставили. Прикинь. Окна пластиковые, крыша полностью. Вот это так гостеприимство. Да. Даже есть фонарь. Он, конечно, не работает, но кто-то стал большой фонарь. Чашки. Посуда. Да. И утеплили, чтобы не было холода. Утеплено все. Да, здесь кто-то заморочился. Сделал такое прибежище-пристанище для туристов, прикольное. Да, она не будет долго ждать, там медведь тусуется. Медведь придет быстро, и все. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok